Здравствуйте! Продолжаю делать видео, но прежде чем открыть очередную посылку, хочу вам показать маленькие такие работы. Ну, вы помните в прошлом видео часы, которые мне очень понравились, да, вот эти. С камнем этим, это, по-моему, всё-таки хрусталь, да. Часы, часы, которые я купила себе. Потом вот эти листики. Теперь буду покупать брошечку у продавца, точно такая же брошечка. И хочу показать, вот смотрите, если вы помните, в прошлой посылке, как раз видео я показывала, прошлое, да, попался у меня такой цветочек. Ну, камешек я пока не ставила, потому что у меня нету возможности, нету камней таких посылка с камнями, пришла не с камнями, а с изделиями. Но я его просто помыла, и так как сход эмали был, я покрыла просто простым лаком, обыкновенным, бесцветным. Ну, и брошечка стала выглядеть вот так. Да, потом эту тоже, потому что здесь стало очень много, как бы, потеряемали цветочки. Я найду цветочки есть, но они где-то там за горизонтом, и не могу найти пока, потому что в бижутерии у меня много. А это цветочки в бижутере, которые я покупала давно. Вот эту брошечку, она была как-то перегнута вся, да, так не очень. Только потом я, когда стала ее разгибать, посмотрела, что здесь есть подкова. Это подкова, видите? Четыре как бы подковы, или три, четыре, да, подковы. Ну, вот я ее вот так вот разогнула. Она получилась вот такой вот формы. Ну, зато она хорошо одевается, ни булавочка не отскакивает, ничего. И вот так вот. И потерь, в принципе, никаких. Только вот то, что она, ну, была такая сплющенная. Я просто ее расправила немножечко. Ну, и вот это вот. Я в прошлый раз говорила, что я не знаю, что это. Я подумала, что это дресс-клип был, да, ну, или какая-то такая застежка, может быть. Бывают еще такие две иглы, и меховую, ну, на меховую шубу там, или на пальто, да. Но у нее очень-очень был, сейчас я покажу. Вот здесь вот было очень заметно, что стерт камень вообще. Видите? Вот тут вот полоска такая очень сильная была. И она прям так, как будто бы по нему проехались по камню, или протерли его. Ну, и видите сами по сходу золотого покрытия тоже вот здесь. Вот здесь, здесь. Как будто бы так ее потерли. Я тоже покрыла лаком два слоя. Я просто попробовала, да. Конечно, все равно видно. Но это пока. Я потом поэкспериментирую с этой брошечкой еще. Но все равно уже не так явно видно, что там царапина. А то царапина, и она такая аж матовая была. Очень-очень ярко выраженная. Вот теперь, почему делаю сегодня видео вот так вот. Хочу показать вам. Пришла мне посылка. Видите? Верхнюю часть я вскрыла. Там был простой обыкновенный полиэтиленовый черный кулек такой. А эту хочу открыть при вас. Это я купила исключительно себе. Да. Тут три лотика. Этих три лотика, видите, как продавец запаковывает? Видите, запечатывает. Он делает такую сумочку. Да. Вот. И когда ты получаешь, ты точно уверен, что здесь ничего не должно помяться, во всяком случае. Может быть, камешки могут открыть? Я сейчас пошуршу вам. Вот. Видите, как получается? Такая. Боксик такой. Бумажка. Тут три лотика. Это тот продавец, у которого я, помните, одно время покупала очень... Купила много сразу за один раз. Тут три всего. Поэтому это ненадолго. Вот. Но хочу вам показать. Вот. Не буду затягивать. Хочу вам показать одну вещь, которую я купила исключительно для себя. Я не знаю ни что это, ни кто это, ни производство. Но было написано, что антикварные вещи, винтажные. Сейчас мы с вами посмотрим. Конечно, определить я не смогу. Но вообще все вот это я купила вот из-за этой брошечки. Вот смотрите. Видите? Показываю. Я так понимаю, что это настоящий орешек. Вот фундук этот, по-моему. Да, фундук. Не знаю я здесь, он был не здесь. Сейчас я посмотрю. Подождите. Мне кажется, что немножко разница в металле между брошкой и орешком. Если кто-то что-то знает, скажите. Я такой брошечки не видела, да? Ну, я так часто на ebay просматриваю. Но вот такого чуда не видела вообще ни разу. Ну, как бы, знаете, да, мне кажется, что вот смотрите, может, так и надо. Брошечка одного тона, а сами вот эти лепестки на орешке другого. Ну, как бы, оно, в принципе, все подходит, не портит. Даже если оно собрано отдельно. Хотя, может быть, просто разные металлы. Брошечка старинная. Видите? Судя по замочку, это даже я понимаю. Вот. И вот здесь вот смотрите. Здесь вот так вот сделано. Но орешек немножко, видите, расколот. Раскалывается, вернее, да? Вот. Смотрите. Треснут. Этого, конечно, указано не было. Но что я что-нибудь придумаю. Может быть. Видите, очень жаль. Потому что было сфотографировано вот так. Да? Вот так. Сейчас покажу. Вот. Вот так вот он лежал. Да? И не было видно, что там какие-то трещины или что-то. Но я надеюсь... Как бы, не очень мне нравится, что, конечно, трещина. Но сама брошечка мне нравится очень. Понимаете? Она такая явно привлекающая внимание. Может быть, это в дороге треснуло. Я потом еще получше рассмотрю картинку. Но там, как бы, они так фотографируют, что... Вот просто. Никогда не фотографируют вот эту часть. Да? Видите? Тут тиснение. Все. Ну, как бы... Ну, я не знаю. Я вот сейчас подождите. Я под лупой посмотрю. Попробую определить, когда это треснуло. Ой, не знаю я, когда это треснуло, да? Ну, я, конечно, попробую это заклеить, чтобы оно не расходилось, чтобы не высыхало. Ну, не знаю. Ну, пыль там такая, что кажется, что треснуло давно. Ну, эти, конечно, я подправлю. Лепестки вниз, чтобы было вот так вот. Видите? Такой орешек. Очень-очень похожий на натуральный орешек лесной. Вот этот вот. Ну, конечно, брошечка мне очень нравится. Даже с этой трещиной. Ну, я купила себе. На выставку отправлять я не буду, да? Не думаю, что как-то очень она ценная. И это вот повлияет, эта трещина, на ее ценность. Может быть, ее поэтому и выставили на вот эту благотворительность. Или выкинули именно потому, что она вот треснутая. Ну, ладно, не буду больше говорить про эту брошечку. Хотя она мне очень нравится. Теперь досталась мне вместе с этой брошечкой вот такая маленькая. Видите? Трех лестничек, да? С камешком. Ну, такая вот брошечка. Малюсенькая, малюточка. Да? Ну, это, конечно, мне очень нравится. Потом что-то вот такое. Видите? Очень-очень наплавленная брошка, конечно, тут, я так понимаю, старенькая была. Ну, на нее наплавили новый замок. Хотели носить или что это, я не знаю. Ну, как бы вот так. Не знаю. Я, наверное, не буду это все убирать, потому что носить такую брошку я не буду. Ну, пусть будет потом, значит, вот это бэби. Еще досталась мне бэби брошка. Значит, это когда рождается, наверное, ребеночек. Вот такую вешали брошечку, да? Вот смотрите. Вот. Вот так вот. Тут что-то сломанное. Ну, тоже пусть будет просто брошечка такая. Ни к чему не обязывающая. И потом вот такая. Это брошечка, крестик, эмаль. Эмаль – это что-то, по всей видимости, дань, может быть, памяти. Но тут тоже замочек вот такой вот. И больше ничего нет. Мне кажется, что иголка менялась. Хотя я не уверена, да? Вот такая. Эмаль, сердце, крест. Вот такое вот что-то. Ну, это было в одном лоте, поэтому мне пришлось его купить из-за этого орешка, потому что я билась за него там. Ну, и стоил он немало, честно, если скажу. Ну, и потом раз доставка была 5 фунтов, ну, продавец как бы снисходителен, и он, если ты покупаешь несколько вещей, он тебе объединяет доставку, и ты платишь, получается, только за лот, да? И 5 фунтов. Вот так бы я заплатила 15 по Англии, а так у меня вышло, не могу открыть. Кулечек. Вот, наконец-то. Да. 5 фунтов, да, доставка. Ну, и это хорошо, это радует. Я сэкономила 10 фунтов, я счастлива. Вот. Ну, смотрим. Досталась мне брошечка вот такая корзиночка, да, маленькая, стариненькая, антикварная, не антикварная, да, антик там было написано. Ну, вот такая она. Нет, несколько камней. Камешки в очередной раз купим посылочку из Америки винтажную. Я уже больше не ругаю своего американского продавца. Всё, я зашла на канал Лины и посмотрела, случайно совершенно, вот я её обнаружила день обратно, да, и зашла и посмотрела, как бы, какой она лом купила из Америки. Вот, типа, камни, лом, лом. Ну, это вообще, это всё выцарапали из брошек. И вот, когда брошь идёт в корзину, всё сложили и прислали ей. Ну, есть там, конечно, несколько изделий, но она не отчаивается, смеётся ещё. Хотя я злилась. И после её, вот этого просмотра её видео, я перестала злиться на своего продавца. Хотя злилась ужасно до этого. Вот, извините за отступление, вот такая брошечка мне досталась. Брошечка, я думаю, что производство Чехословакии, потому что это, я уже даже понимаю, что вот это их стиль. Брошечка старинная, всё работает, всё хорошо, красиво. Нет нескольких камешек, да, вот этих вот. Ну, это мы найдём. Потом, вот, видите, лунный камень ко мне какой-то припрыгал откуда-то. Ну, это с этого лота, да. Значит, он, вот он припрыгал откуда, видите? Очень хорошо, что он есть. Вот, хотя на картинке он был. Значит, это, ну, может быть, и не был. Может быть, просто приставлю. Но я его вставлю, потому что зубчики есть. Один есть. А один, по-моему, вот здесь вот сломан. Вот сейчас покажу. Или мне просто так вот кажется. Сейчас вот тут вот, по-моему, подломан. Да. Но всегда можно посадить на клей. Аккуратненько так. И плюс ещё прижать. Потому что, ну, паять здесь что-то не очень хочется. Это надо всё доставать. От времени, я так понимаю, материал хрупкий. Если вот ты его... Я знаю, у меня были такие бусы. Я вам даже покажу. Я один раз отжала, прижала. И если я попробовала сделать что-то ещё, сразу зубчики отваливаются, да. Ну, вот здесь такая... Такая вторая задняя часть брошки. Вот так вот, да. Ну, надо выровнять. Ну, надо поделать и можно носить, да. Так, где наша Белинда? Тут какой-то мусор. Это мусор из брошки. Ещё вот такая же брошечка. Ну, это тот же самый чехословацкий, как бы, стиль старинная брошечка. Такая она. Вот, видите? И вот такая. Так выглядит. Здесь её только подровнять. Даже все камешки на месте. Видите? Ну, конечно, вот, что мне больше всего нравится. Я теперь буду перебирать, смотреть на неё. Немножко расстроилась, что я вон треснутый. Ну, конечно, вообще великолепный. Вот так вот. И это же надо додуматься, понимаете? Настоящий орешек вот поставить вот так вот. Я думаю, что моя белка упрёт у меня этот орешек, потому что она приходит, она заходит ко мне в дом, она такая... смешная. Заглядывает в окно, потом подходит к двери, и если я дверь открываю, я вот её уже боюсь. Она влетает ко мне в комнату, в коридор, вернее. Ну, вот, после того, как открываешь двери, там копошится уже. Она всё знает, она всё уже... Знает, что ей будут плюшки. Но я каждый день её кормлю орешками. Вот. Купила вот этот лотик, да, вот это второй бирюзовый. Да. Где бирюзовый одни камешки. Вот из-за этих клипс. Клипсы, конечно, я не ношу, да. Но вот эти клипсы, они такие, ну, как вам сказать, ну, конечно, имевшие виды. Это мы почистим. Не уверена я, что мы очистим. замки не знаю, не знаю, отсюда, не отсюда. Ну, думаю, что отсюда, да. Но сами клипсы. Сейчас покажу вам вторую. Тоже рассматривайте. Вот так вот получше. Ну, видите, да, хранились неправильно. Но как они такие, вот смотрите. Сейчас покажу вам. Вот видите. И я могу постучать, конечно. Ну, конечно, по-моему, это стекло. Или какой-то такой материал. Но я думаю, что стекло. Но сделаны они очень интересны. Вот из-за них я купила. Потому что как клипсы носить, может быть, я не буду. Но есть возможность, что можно носить как дресс-клип. Один и второй. Вот. Может быть, в рубашку. на кармашке. На свитер. Ну, вот так вот, да. Как-то. Смотрите. Мне кажется, что будет хорошо смотреться. Вот так. Немножко отодвинем, чтобы камера фокусировала. Вот так вот. Орешек оставим. И досталось мне еще вот такое сокровище, да. Я все не могла понять, что это за бусы. Потом я прочитала, что это как бы бусы. Не знаю, если правильно мне Google перевел, да. Что это, ну, вот когда похороны или что-то там такое, или память какая-то, одевают вот именно такие черные бусы. Брошки, браслеты. Ну, что-то одевают. Но мне все равно очень хотелось. И купила я вот из-за этого маленького медальончика. Вот смотрите, да. Сейчас, одну секунду. с этой стороны. конечно, они не подписаны, потому что было написано, что они антикантик, да. Ну, вот такой вот. И это, это, вот это портрет. Чей-то портрет. Плюс он, я не знаю, приклеили его отдельно или так брошечка, это не брошечка, а кончик был. Да. Вот я купила. Таких много, но как-то мне не удавалось купить, потому что цена очень большая всегда. Ну, а мне не до такой степени нужно было такого типа украшения, поэтому я не билась. Но это было недорого, и я купила. Мне было интересно. Просто рассмотреть поближе, да. Ну, и вот тут вот бусины. Так, бусины у нас есть. Бусины. Куда бы их положить? Где-то была у меня крышечка такая, но крышечки нет. Ну, я буду, вы будете видеть, а я вот тут вот у меня этот же кулечек от продавца, я буду складывать, потому что все равно потом я все сложу туда, да. И потом только мне надо, вот сейчас у меня идет перестановка, и я буду, такая шкафчик у меня будет большой для всех моих этих увлечений. Вот смотрите, такая брошечка. Брошечка такой интересный материал. Есть такие бусы, да, брошечка тоже старинная. Вот, видите, замочек. Все очень хорошо, если бы не было вот здесь, вот видите, потерь. Здесь кто-то укусил у нас маленький такой цвет, ну, не цветочек, узорчик вот этот, вот видите. ну, что можно сделать, и тут, по-моему, скол, да, вот видите, скол. Ну, я пока ничего не буду делать, потому что будет это пока лежать, это было куплено ради интереса, да. теперь вот смотрите, есть такая серьга, серьга пока я вижу, что одна, она, по-моему, и на рисунке была одна, на фотографии, верно, и на рисунке. Ну, серьга, конечно, такая интересная, да. Вот смотрите, какой тут узор, кулончик такой, да, на серьге. Что-то тут не понимаю, клеено, безобразно, что кто-то клеил, может быть, так и надо, нет, я думаю, что это кто-то клеил сам, ну, потом мы это все рассмотрим, да. Еще бусины, сейчас попробую бусины все выбрать, чтобы постоянно не показывать вам. Бусины, таких бусин много, у меня есть несколько еще, у меня был такой один лот, там вот попались такие цепочки, бусины, такой мусор, я показывала, мне кажется. Я потом все это разберу, объединю между собой, потому что, в принципе, они одинаковые. Вот такая бусина, наверное, она идет, ну, подвешивалась, наверное, да, может быть, в браслете, не знаю. Вот так вот, пусть будет. Вот еще одна бусина, вот высыпается, видите, откуда, сейчас давайте посмотрим, что есть. Это были какие-то бусины, бусины стеклянные, видите, на ниточке, бусины, я думаю, чехословацкие, потому что замочек более современный, не такой античный, античный, хотя может быть, мне кажется, что немножечко он посовременнее. Теперь есть вот такая серьга, вот, да, ну, тоже, вот, видите, что тут я не понимаю, наверное, так и должно было быть, такой вот цветочек, и вот так вот. Есть брошечка, да, ну, на брошечке, видите, потеряна вот эта вот застежка сама, сам ключочек, ну, ключочек, сделать, конечно, можно, но брошка вот такая, брошка тоже, вот это стекло, оно потертое немножко, ну, вот такая она, и вроде даже как бы, как сказать, не без потерь, но мне почему-то кажется, что вот это расстояние больше, чем вот это, вот так вот, да, сам металл, сам оброшка именно, ну, застежка вот такая, видите, вот она какая, показываю, видите, и тут такое еще, какая-то загогулька, вот, ну, вот так вот, ну, крючок, конечно, можно напаять, все можно сделать, ну, может быть, мне так кажется, вот такая брошечка у меня еще теперь будет, будет это пока лежать, потому что, переделывать есть что, а времени и места пока еще нету, потом вот это, вот это, я так понимаю, был браслет, да, я раньше думала, что это бусики деревянные, да, потом, вот это пластик, но он не такой пластик, а он немножко такой иначе, пластик вот можно иногда взять там, подрезать, подплавить, а этот нет, он, я забыла, как, помнила, забыла, как называется этот состав, ну ладно, это не столь важно, ну, вот такое вот, украшение, украшение немножко, сейчас она, видите, побито, ну, вот такой вот браслетик, на браслетик на нитке, на простой нитке, это или просто кто-то сам собрал, или, ну, вот так вот, да, вот, тут еще, тут еще, видите, несколько внутри было, вот такая серьга, тоже все это написано, антик было, ну, оно и видно, что, посмотрите, какая она старенькая, да, проволочка, сама, такая, ну, вот, посмотрите, как сделано, через эту бусинку, вот там две дырочки, вот, показываю здесь, хорошо видно, не знаю, вот тут вот, как бы, заглушечка такая маленькая, на проволочке, на конце, и проволочка продета, да, вот смотрите, и загнута сюда, интересно, так сделано, ну, кстати, с умом, если сломается, можно, что-то сделать по-другому, использовать по-другому, вот, с такими вот серьгами, уже сложнее, видите, серьга одна, замочек, такой же, тоненький, но здесь, вот это, вот, правда, здесь, что-то она, сейчас покажу, подождите, потеряла камеру, вот, сама смотрела, не видела, что вам не показываю, видеть, как, сейчас еще посмотрю, там вот, бусинка, вот это, и еще, через все, продета проволочка, и тут, видите, вот так вот сделано, ну, в общем, работа, да, вот так, теперь, вот такая брошка есть, вот эта брошка мне нравится, я не понимаю, если там написано, траурное украшение, да, то я бы ее носила и без траура, да, мне кажется, здесь, правда, нет иголки, да, ну, вот так вот она, и смотрится она, это вот, стеклянная такая, нигде, ну, вот немножко поцарапана, видите, вот, здесь, не знаю, хорошо видно или нет, вот тут вот поцарапана немножко, ну-ка, что-то надо, камера, может быть, стала хуже, сфокусировать, сейчас мы это все уберем, отодвинем, ну, вот так вот, да, ну, брошечку мне, вот она просто нравится, черная такая брошка, не знаю, почему, обыкновенно я бы ее носила так, и есть у меня вот еще такая вот штука, эта штука, нет, это не штука, я вначале подумала, что это пряжка, но это брошка, видите, правда, сломана вот эта игла, здесь, ну, только маленький-маленький хвостик остался, вот смотрите, да, маленький хвостик, вот он так вот, так-то ходит, здесь крючок весь проржавевший, посмотрите, на каких шурупах, видите, а сам материал очень-очень тонюсенький, очень тонюсенький, и вот такая брошечка, ну, она, конечно, не ищущенная, немножко поцарапанная, вот здесь, да, но это тоже, ой, конечно, наверное, можно все потереть, как же называется этот материал, он именно черный, не каучук, а, как же он, просто, ладно, не вспомню, потому что буду очень стараться, и не вспомню, ну, в общем, вот такие, да, эти брошечки, мне было просто интересно, я не считаю, что вот эта брошка, такая, что ее нельзя носить в простой будний день, если ее отремонтировать, ну, она достаточно тяжеленькая такая, мне нравится, да, потом мне вот эта вот нравится, только она, конечно, как серьга, да, но я, наверное, долго не думаю, сделаю из нее маленький кулончик, да, сейчас даже посмотрим, постараюсь показать вам, ну, и вот это, да, сюда, не знаю, оставлю это колечко, мне кажется, что оно вообще-то не отсюда, потому что, ну, как бы тут колечко, мне кажется, надо чуть-чуть побольше, вот смущает меня, вот это приклеено, или так было, ну, наверное, так было, потому что, вот у многих, я хотела там купить еще девушку такую, еще, ну, очень дорого она вышла, там, 60 фунтов, но я не считаю, что это то украшение, за которое я могу заплатить 60 фунтов, вот это да, пожалуйста, вот это, потому что оно редкое, да, даже если брошка не родная, хотя я думаю, что вот так вот оно и было, да, просто, ну, так получилось, что разный металл, оно все подходит, нигде ничего не переклеено, вот за такую я, наверное, могу заплатить, вот видите, ну, хотя может быть, даже если кто-то подбирал, то у него это получилось, так, а, хочу показать вам вот, что, смотрите, это я, когда приехала в Англию, купила себе такую вот шкатулочку, я люблю вот всякие цветы, да, и вот она такая нежная, правда, не могу вот это желтое оттереть, не знаю, чем попробовать, но боюсь, нигде не побито, вообще, и вот ей уже 10 лет, да, только вот здесь вот, видите, вот, и то, может быть, это даже у меня, хотя я на это не обращала внимания, да, когда закрывалась, и показываю свои сокровища, ну, вот это, все видят, да, откуда оно у меня, я, правда, не знаю, оно лежит, не выбрасываю, вот смотрите, это мои личные такие, тут переделки, хранения, я просто хотела вам показать, вот к этой брошечке, да, потому что, лотики закончились, покажу вам, вот, видите, какой у меня есть, это мое, я тоже покупала давно, да, конечно, старинная, я искала такую вторую, потому что она очень-очень, как бы, была коротенькая такая, под шею, да, ну, мне хотелось по длине, я тогда еще, Сваровского, даже, я видела, ну, как бы, мне, нет, Сваровский мне не нравился тогда, потому что там камни все такие точеные, блестящие, и цепочку такая, как на параде, как я называю, она была короткая, вот эту штучку, да, вот эту штучку, она, конечно, сюда, вот эта бусина в середине, вроде бы, не подходит, но она более-менее подходит по цвету металла, не знаю, почему 10 лет обратно, я вот этому украшению больше 10 лет, вот оно у меня, это первое, что я здесь купила, а живу я уже 12, да, в Англии, ну, вот так, и я поставила так, ну, вот смотрите, какое оно, да, ни производства, ничего я не знаю, я тоже купила на ebay, приехала, зарегистрировалась тогда на ebay, и вот я покупала тоже, я рассказывала уже, что я много лотов покупала, ну, вот так, видите, оно так и было, ничего я не переделываю, кроме вот этой вот бусины, она мне попалась как-то в одном лоте, просто одна одинокая, ну, и я сюда ее поставила, это вот мои такие, первые, ну, покупки в Англии, потом сейчас покажу, потом мне очень захотелось иметь вот такой вот шарик, да, я когда его захотела, я не знала ни предназначения, ничего, да, просто шарик, мне что понравилось, видите, это он у меня сломался, вот, мне сыновья скинулись и купили тогда его, он стоил 100 пунктов, да, он покрытие 9 сереброй, как бы мне объяснил продавец, покрытый 9 каратным золотом, там, кстати, где-то вот шлепнут, тоже у них этот, видите, вот это, ну, мне это не интересовало, мне интересовал, вот как он открывается, это просто я показываю украшения, которые бывают такие, как сказать, мне незнакомые, вот, и он открывается, открываешь вот эти замочки, и он получается вот такой вот, видите, я не знала ни чье это украшение, ни для чего оно предназначено, мне было абсолютно, это как бы не интересно, да, потом, конечно, я выяснила все это, это оказались шарики, которые, как бы, но видите, вот он до конца не застегивается, потому что, вот, показываю, видите, обломалась, и где-то часть это есть, я, можно ее припаять, но я как-то не просила, да, мне это сын может сделать, не просила, потому что, в первый момент мне так понравилось, все, а потом я перестала его носить, да, эти такие есть золотые, их тоже продают на ebay, всяко разные, это масонский шарик, такой масонский крест, или вот таком, для масонов украшение, и я сама посадила его на эту цепочку, не хотела никакую другую, не знаю, почему я выбрала вот такую, да, идут даже маленькие крестики, но когда я, я носила долго, все было такое, здесь проволочка была другого стиля, да, ну, как бы, или мне так казалось, потом она почему-то потерлась очень, она была такая, как сказать, черная, наверное, а потом стала вот, медная там просвечиваться, видите, видите, ну, и вот, если взять такие бусики, и поставить вот это, тоже будет хорошо, ну, это мои такие украшения домашние, да, которые много лет, я просто вам показала, что можно вот к этой сережечке сделать, ну, а хотела показать вот именно вот эту, а, кстати, чашечка, вы видите, на ней стоит какой-то значок, да, ну, чашечка вот только, сейчас я, когда вам показываю, мы переезжали два раза, здесь нигде не побито, вот именно на крышечке, может быть, когда закрывали, потому что у меня есть бусина драгоценная, она все закрывает, открывает, причем все вот так вот, побила мне очень красивую бутылочку, и сказала, ну, я же нечаянно не хотела, и все, ну, ничего, и все обошлось, и вот, о чем я рассказывала, я вот экспериментировала, это делала я, у меня здесь были камни, простые такие, да, я не помню какие, но было такое колье, и мне что-то очень хотелось попробовать себя, как ювелирного мастера, я взяла, я рассказывала, что мы там покупали всякие камни, все, это было, ой, не так давно, лет пять обратно, да, ну, четыре года, вот уже в этот дом переехали, и что-то мне захотелось, и я взяла натуральные камни, у меня есть целая большая коробка, но я не знаю, насколько они натуральные, но мы их покупали с описанием, бывшего употребления, но вытащенные они были из всяких изделий, колец, броши, там, как бы, ну, и вот эти вот мастерские продавали, целыми такими кучами, стоили они достаточно дорого, ну, вот я выбрала камни, которые посчитала более-менее подходящими, причем мне хотелось, чтобы это был мультиколор, и, вот, натуральные, я не понимаю, почему, да, и я вот так вот сделала, хотя можно было, просто купить такое украшение, да, мне хотелось вот поэкспериментировать, видите, причем мне хотелось разные камни разного размера поставить, не знаю, почему мне так хотелось, но я сделала, хочется, значит, надо, ничего мучиться, надо попробовать и успокоиться, видите, вот это, да, оно мне очень нравится, очень нравится, но я не всегда, я ношу его очень редко, потому что оно до такой степени, вот я выбрала вот этот материал, да, он, как сказать, вот если ты один раз, отжал вот это вот, вот я чтоб отжала, вытащила камень, который был, и зажала, все, если я отжимаю второй раз, то вот здесь вот маленький, видите, вот смотрите, вот, они уже отвалились, но этот камень держится, не знаю почему, может быть, я его приклеила, я не помню, я точно знаю, что я вот его, он мне как бы, видите, тут зубчик отлетел, два зубчика отлетело, и, или я зацепила, вот тоже, со второй стороны, видите, я не помню, и я перестала его одевать, может быть, зацепила, но когда я делала, да, вот, вот этот вот, именно, вот этот камешек, я его пыталась несколько раз поставить, он не становился сюда, и сломался, вот показываю вам, да, показала, ну, вот это мои такие, как бы, домашние украшения, моя домашняя коробочка, просто вот этих три лотика, ну, и буду продолжим тогда, сейчас я сделаю перерыв, видите, какая коробочка у меня, да, очень красивая, мне очень нравится, очень нравится мне брошечка, вот это, да, ну, хорошо, я это видео заканчиваю, и сейчас сделаю другое, посмотрю, что у меня потом делается, и продолжим, смотрите следующее видео, потому что я все не могу открыть, вернее, показать вам, сделать видео, у меня есть посылка, она от одного продавца, но там такие вещи, мне очень нужна ваша помощь, потому что, конечно, я бы могла сейчас сделать, так открыть, и вау-вау-вау, нет, я там полазила, я скажу откровенно, да, я там покопалась, нашла одну брошку, и мне не дает эта брошка покоя, но, где бы я ни искала, я искала в интернете, забила, я не знаю, как правильно это сделать, да, на ней есть маркировка, но она ни о чем не говорит, и такого изделия вообще, как бы, нету, может быть, она штамповка, и ничего особенного, но мне она вот, вот как этот вот орешек, знаете, как вот этот орешек, вот он мне прям вот, вы не представляете, я уже не знаю, куда его одеть скорее, ну, не на часы, конечно, как я ношу брошки, ну, все, до встречи, сейчас делаю следующее видео, и заходите, продолжение следует, спасибо, 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 Продолжение следует...